Добрый вечер! Новости 24 на ННТ в студии Махач Курбанов. В коротком анонсе главные темы пятницы. Путин и Эрдоган нашли общий язык по сирийскому вопросу, подчеркнув важность развития отношений между Турцией и Россией. Пятница – лучший день недели и праздник для мусульман. Что значит для мусульманина пятничный коллективный намаз и как его совершают, расскажет наш корреспондент. В канун Дня пожилых людей мы вынуждены признать, что у нас есть дома для престарелых. Как старики становятся одинокими и брошенными, вы узнаете в репортаже наших коллег. На встрече в Анкаре президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Раджеп Таип Эрдоган договорились приложить активные усилия для контроля за зонами деэскалации в сирийской провинции Идлиб, чтобы приблизить окончание гражданской войны, пишет Voice of America. По итогам переговоров, Эрдоган отметил, что оба лидера договорились более активно следить за выполнением режима прекращения огня в зонах деэскалации, которые на данный момент находятся под контролем джихадистов. Достижение подобного соглашения стороны считают ключевым шагом, необходимым для прекращения гражданской войны и начала мирного процесса. Фактически созданы необходимые условия для прекращения войны в Сирии, отметил Путин во время пресс-конференции. После нескольких часов переговоров Путин и Эрдоган подчеркнули важность развития отношений между двумя странами. Сенат США единогласно утвердил на пост американского посла в России дипломата и бизнесмена, бывшего губернатора штата Юта Джона Хансмана. Дипломат входит в совет директоров таких компаний, как Hilton, Chevron, Ford Motor Company и Caterpillar. При администрации Джорджа Буша-старшего Хансман был послом США в Сингапуре, а при бараке Обаме в Китае. Россия не приемлет попыток обвинить Москву во всех негативных явлениях, происходящих в США. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией американских экспертов во главе с президентом Центра национального интереса Дмитрием Саймсом. Попытки внедрить в эту внутриполитическую дискуссию обвинения России во всем, что происходит негативного в США, мы, конечно же, не приемлем, подчеркнул он. Думаю, любой здравомыслящий человек понимает их абсурдность. По словам Лаврова, все международное сообщество заинтересовано в налаживании сотрудничества Российской Федерации и США. Лавров подчеркнул, что в Москве не драматизируют сложившуюся ситуацию в двусторонних отношениях. Понимаем, что этот этап должен завершиться. Убежден, что мудрость и прагматизм американского народа в итоге возобладает, добавил глава МИД Российской Федерации. Пятница – лучший день недели и праздник для мусульман. Еженедельно мусульмане всего мира посещают в этот день Джума-мечеть и совершают обязательную коллективную молитву. Пятничный коллективный намаз, как говорят ученые-богословы, способствует единению мусульман, укреплению узбратства и дружбы между ними. Каждую неделю для мусульманина, вне зависимости от того, где он находится, наступает большой праздник. Это пятничный день, который приносит радость в дома верующих. Начиная с раннего утра, мечеть заполняется прихожанами. Все стремятся совершить обязательную пятничную молитву. Это цель моей жизни, это ислам, это самый главный пятничный намаз. Пятничный намаз – столько, я не знаю, это обязанность каждого мусульманина, каждого человека. Ведь намазы самые главные, самые важные, я считаю, это пятничный намаз очень, очень важный. Это же обязанность мусульманина. Каждый совершенный лет мусульман обязательно должен идти на пятничный намаз. Это очень важно. Я стараюсь до Рузмана и после Рузмана распределять свое время, чтобы именно в это время я попал в мечеть. По совету ученых-богословов, чтобы получить большое вознаграждение, нужно приходить на пятничный намаз пораньше и занимать места в первых рядах. Ряд за рядом мечеть начинает постепенно заполняться. До намаза мусульмане читают Коран или Зикар. Придворяя обряды пятничной молитвы, перед присутствующими выступает имам или его заместитель с проповедью. На этот раз речь была посвящена важности совершения коллективного намаза. Коллективная молитва 27 раз превосходит молитву, исполненную наедине. Чем отдельно мы совершим намаз, какую-то молитву, 27 раз превосходит намаз коллектива в джамаат. После азана все верующие совершают заупокойную молитву джаназа за всех усопших на этой неделе мусульман. Далее имам Хатыб поднимается на мимбар, с которого на арабском языке читает проповедь худбу. Далее все приступают к обязательной пятничной молитве. Завершив обязательный еженедельный ритуал, мусульмане выходят из мечети с облегченной душой и радостным настроением от выполненного перед Господом долга. Приятно бывает, легко бывает, настроение бывает. Хочется быть лучше, чем есть. Хочется делать добро людям. На душе, ахамдулля, такое чувство, что выполнил долг перед Всевышним Аллахом хоть в какой-то мере, может быть, не настолько совершенно, как это положено для нас, как это предписано, но насколько постарался, хотя бы телесно его выполнил. Во-первых, пятничный намаз – это фарс для мужчин. Фарс сделал, ахамдулля, есть возможность фарс сделать, есть здоровье, ахамдулля, можем прийти, ходить. Отчаяние есть, духовное отчаяние есть, моральное отчаяние есть. Очень многие вещи, которые ты хочешь, сделал в течение недели, после пятничного намаза ты каешься за то, что сделал плохое. И радуешься за то, что сделал хорошее. Еще сто лет мне дали, чтобы это делать, молиться, все два делать, все это делать, чтобы выхтали меня Всевышнего Аллаха. Пятничный коллективный намаз способствует единству мусульман. Пятница – это праздничный день, но в наши дни многие об этом забыли. Для кого-то это обычный день, в котором нужно просто успеть сделать намаз и вернуться к своим делам. А кто-то, ссылаясь на чрезмерную занятость, даже пропускает его. Согласно исламским канонам, женщинам не нужно приходить на пятничный намаз. Это обязанность каждого мужчины. Он должен приходить на эту молитву и совершать богослужение. Абдулла Алиевна, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Лучшая старость в кругу большой любящей семьи. Но судьба, бывает, распоряжается по-своему. Однако все люди заслуживают достойной жизни в старости. В домах престарелых живут старики, у которых есть родственники. В преддверии дня пожилых людей наш корреспондент Зумруд Гамидова узнала, почему они оказываются у порога дома для одиноких и брошенных. И как проходит жизнь в этих стенах. Все постояльцы дома – разные люди со своими судьбами и обстоятельствами. Люди, которые просто стали не нужны своим родственникам. Так сложилась и жизнь Наиды Мурадовой. После женитьбы сына для матери в доме просто не осталось места. Есть у меня мальчик и девочка есть, но в Москве находятся. Сюда вы сами попали? Ну, как сказать, сама. Сама тоже не скажешь. Мне посоветовали сюда прийти. Я пришла по собственному желанию. Как у себя дома. Я ни за кем не скучаю. У меня все нормально. Чаще всего за стариками просто некому приглядывать. Родные с утра до вечера на работе, а пожилые родители сидят в четырех стенах без внимания и общения. В таком случае для них даже благо попасть в дом престарелых. Но нередки случаи, когда дети не могут найти общий язык с родителями. И в таких случаях пансионат становится для них родным домом, а работники заменяют семью. Попадают они сюда по разу. У каждого свой случай. Кто-то по болезни, ухаживать некому. У кого-то конфликт с семьей, не получается с детьми ладить. Приходится уходить из дому. У кого-то с детьми все хорошо. Сам человек, который хочет обособленно, одному хочется жить. Общению и вниманию старики радуются, как дети. Любая помощь, накрыть одеялом, придвинуть столик для каждого из них представляет большую ценность. Но именно от самых близких людей они этого не получают. Чувств меньше уже друг к другу. Наверное, наше время чувств меньше. Жалости друг к другу меньше. Они-то ищут лучшее место для себя, как каждый человек. Значит, раз они у нас приходят к нам, и они у нас остаются, значит, здесь где-то лучшее. Некоторые нашли здесь свою вторую половинку. Анатолий Ибрагимов и Шамсият попали в пансионат недавно. Со слов молодоженов, они нашли в друг друге родственную душу. Церемония бракосочетания состоялась в стенах дома-интерната со всеми почестями. Ну, я откровенно говоря, в какой-то степени беда нас объединила. Вот этот именно дом, чтобы ей было, как говорится, легче нести, как говорится, свой крест в жизни. Счастье тогда, когда ты находишь подобие себе души, мне кажется, и в яме будет счастье. То есть вы свое счастье нашли здесь? Конечно, ну вот, на вчернем возраст, как говорится, уже большой у нас. Мне же 67 лет. Дом престарелых был основан еще в 1969 году. И несмотря на то, что название менялось несколько раз, его основная задача оставалась прежней – забота о пожилых людях, оставшихся в одиночестве. Так здесь нашел себе приют и дедушка Исрапил. У пожилого человека нет никого, кроме дочери-инвалида, которая живет в Каспийске. Он полностью лишен зрения, но тем не менее продолжает совершать пятикратную молитву. И сюда, когда все умерли, а дочка у меня есть, а Бог за ней не будет, пришел сюда. А здесь, вот знаете, вот если жить для себя, просто прекрасно. Почти все старики оправдывают своих родственников. Говорят, мол, их можно понять. Молодым сейчас сложно, много работы. И все же всем нам нужно дорожить каждым мгновением, проведенным с людьми, которые дали нам жизнь. Нам, своим детям. Зумруд Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. И к другим новостям. Памятник работникам инфекционной службы торжественно открыли в Махачкале. Трехметровое сооружение с гранитной плитой украшает двор Республиканского центра инфекционных болезней. По словам главного врача Муртезалии Магомедова, идея создания монумента назревала давно. Однако, воплотить ее в жизнь было решено после массовой вспышки кишечной инфекции в прошлом году. Столица Дагестана возглавила тройку городов страны с худшими дорогами. Рейтинг был составлен экспертами Общероссийского народного фронта на основе проверки в 110 городах страны. Лучшие дороги в 2017 году оказались в Тюмени, Майкопе и Белгороде. Тройки худших помимо столицы Дагестана – Орск и Тверь. Дагестанские авторы могут принять участие во всероссийском литературном конкурсе «Расскажу о своем народе». На конкурс принимаются рассказы, очерки, стихи, зарисовки, репортажи и другие материалы о народе участника. Заявки необходимо прислать до 31 декабря текущего года по электронной почте Махачкалинских школьников научат безопасному поведению на дорогах. Проект под названием «Минутка безопасности» уже стартовал. Инспекторы дорожного движения в рамках встречи с учащимися будут задавать им вопросы на знания правил дорожного движения. За верные ответы вручат ребятам светоотражающие браслеты. Завершаем блок новостей курсом валюты на завтра. Доллар 58 рублей 1 копейка и евро 68 рублей 44 копейки. Еще больше новостей вы можете увидеть на сайте nnttv.ru. Не переключайтесь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова